Всем привет, с вами Артем, вы смотрите Яблок Тюб и сегодня я расскажу вам о замечательном Jailbreak твике под названием Bridge. Это расширение позволяет импортировать mp3 файлы в вашу медиатеку в обход iTunes и вообще без использования компьютера. Твик может импортировать файлы несколькими способами. Итак, во-первых, вы можете отправить mp3 файл себе на электронную почту, открыть его в приложении Mail и загрузить оттуда. После того, как файл будет скачан, у вас появится меню «Открыть в». Здесь выбираем появившийся пункт Bridge. Твик сам распознает музыку, если в ней есть какие-то теги, то он их расставляет на свои места. Название, исполнитель, альбом и даже обложка. Если каких-то данных в файле нет, то их можно заполнить вручную, а обложку можно выбрать из галереи устройства. Сейчас я покажу вам, что в моем плеере нет песен и мы импортируем сюда появившийся трек. Убедились, что все поля, которые нам необходимы, заполнены и нажимаем кнопку Import в правом верхнем углу. Всего через несколько секунд мы видим уведомление об успешном окончании операции и можем открыть плеер и проверить, что в нем появился новый трек. Помимо такого способа импорта, Bridge умеет вытягивать mp3 файлы из всех приложений, которые установлены на вашем устройстве. Например, у вас есть офлайн-плеер для музыки ВКонтакте или любой другой плеер, который позволяет загружать mp3 файлы прямо на устройство. Также можно вытягивать mp3 файлы из приложений облачных хранилищ, например BitTorrentSync или Dropbox. Хотя из этих приложений можно открывать mp3 файлы напрямую через контекстное меню Открыть ВКонтакте. Итак, в файловом менеджере твика находим приложение, в котором у вас загружены mp3 файлы, открываем в нем папку Documents и ищем музыку, готовую для импорта. Далее уже известная нам процедура заполнения тегов, выбор обложки и непосредственно импорт флеер. Итак, мы видим у нас уже два трека, которые мы загрузили через этот твик. Последний способ импорта это непосредственное скачивание песни по ссылке. Если вы нашли какую-то ссылку в браузере, вы можете скопировать ее. Однако обратите внимание, что ссылка непосредственно должна указывать к mp3 файлу. Она не должна ссылаться на другую страницу или архив. После этого переходим на третью вкладку в твике и вставляем в нее готовую ссылку. Расширение скачивает наш mp3 файл и импортирует его в музыкальную библиотеку. Если в дальнейшем потребуется удалить любую из композиций, сделать это можно непосредственно в плеере. Jailbreak расширение Bridge распространяется в стандартном репозитории Big Boss по цене $1.99. В сторонних репозиториях нет версии твика, которая адаптирована под iOS 7. Не поскупитесь, это небольшая цена за довольно приятное и нужное расширение. Не забывайте делиться вашим мнением и комментариями, оставлять лайки, а также добавлять ролики в избранное. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Артем, специально для JailbreakTube. Пока.